Субтитры подогнал «Симон» Начало побед мы покажем первыми. Якутия – самый северный регион Российской Федерации. Территория республики более 3 миллионов квадратных километров. Природа Якутии разнообразна и неповторима. Это бескрайние просторы тундры, лесотундры, непроходимая тайга, белоснежные горы, озера и реки. Великолепие и очарование дикой природы Крайнего Севера по-своему притягательны. Каждый уголок природы – своеобразная тайна, которую еще предстоит нам гадать. На сегодняшний день более 90% территории республики не затронута промышленным освоением и в основном представляет собой первозданную природу. Уникален и своеобразен растительный мир региона. Огромные пространства занимает лиственничная тайга. На юге нередки сибирский кедр и пихта. Поражают песчаные тукуланы в среднеполосе нижнего течения рек Вилюй и Лена. Удивительные и величественные ледники и тарыны в горных областях. Территория республики Саха пронизана сетью рек и покрыта огромным количеством озер. Запасы экологически чистой пресной воды составляют 1,4 часть от запасов Соединенных Штатов. В Якутии насчитывается более 700 тысяч рек и 800 тысяч озер. Реки Индигирка, Оленек, Яна превосходят такие великие реки Европы, как Рейн, Эльба и Днепр. А самая крупная в республике река Лена входит в число 10 великих рек мира. Каждый житель республики Саха понимает, что обязан сохранить первозданную природу, достояние всего человечества, резерв биосферы планеты. Ведь недаром говорят, что на долю Якутии приходится более 10% дикой природы всего мира. Природа Якутии – неотделимая составная часть населяющих его народов, основа их самобытности и благосостояния. Разработана и утверждена государственная экологическая политика. Главный принцип этой политики – природа пользования и легкоранимая экология Севера не должны страдать. Создана система особо охраняемых природных территорий. У коренных народов Якутии священный статус имели озера, горы, лес, аласы, красивые уголки природы. К ним население относилось благоговением и почитанием. Учитывая все это, 16 августа 1994 года вышел указ президента о мерах по развитию особо охраняемых природных территорий. Система Итык-Кересельдер – священные прекрасные места. Они занимают около 30% территории республики. Система Итык-Кересельдер построена на принципах сохранения дикой природы, щадящей основы традиционного хозяйства, защиты прав нынешнего и будущего поколения якутиан на здоровую окружающую среду. Одним из главных приоритетов государственной экологической политики является восстановление и обогащение биологического разнообразия флоры и фауны. Следуя этой программе, на территории трех арктических улусов – Булунского, Аннабарского и Аллаиховского – были завезены овцы-быки. Уже с 1999 года они начали давать приплод в условиях якутской тундры. Это говорит о том, что акклиматизация животных идет успешно. В центральных улусах республики растет численность тетеревиных. Продолжается увеличение буквы. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Национальная вещательная компания «Саха» начинает трансляцию финала второго соревновательного дня по самбо в рамках шестых международных спортивных игр «Дети Азии». С вами комментатор Степан Посельский. И сейчас со мной на финал. Датель судейской коллегии города Москвы, судья международной категории. Ну и, конечно же, ваше впечатление, Евгений Алексеевич, от наших соревнований, от качества борьбы, которую показывают молодые спортсмены. Добрый день. Ну, здесь представлены, конечно, лучшие борцы, потому что отборы были во всех странах на эти великолепные, мы будем называть их Олимпийскими играми для наших азиатских детей. И здесь, конечно, каждый борец хочет показать все, что научил его тренер за ту долгую, наверное, кропотливую работу, когда они готовились к данным соревнованиям. И вот на ковер у нас выходит первая пара. Первая пара, весовая категория до 44 килограммов, в красной куртке Екатерина Хасанова, вот она перед вами. И в синей куртке бурный бояр Ганболта, Монголия. Очень сильная спортсменка, которая показала действительно очень качественную, хорошую борьбу в утренней нашей программе. И, мне кажется, составит очень серьезную конкуренцию нашей Екатерины Хасановой, которая представляет Сибирский федеральный округ. в город Нижний Тагил. Да, Нижний Тагил. Ну, вот она и началась первая финальная встреча. Но Монгольская спортсменка очень сильная, делает бросок через спину на один балл. Ну, к сожалению, что-то наши судьи бросок был с колен. Да, и он не засчитан, да, здесь пока нет засчитанных оценок. Петерина Хасанова перед вами. Ну, Монгольская спортсменка более активна в первые секунды нашей встречи. Да, эта девушка, конечно, поразила нас своей силой, да. Маленькая она, меньше всех в этом весе. Самая маленькая из участниц в этом весе. И вот как она борется, да, настолько она сильна физически. Наконец, оцениваем движение, но борьба в партии тоже, она показывает хорошую технику. Сначала был переход на удержание, который не прошел. И сейчас был переход на долевой прием, но, к сожалению, тоже в ней не получилось. Ну, она активная, активная. Да, вот мы видим, да, даже по глазам видно, что ищет она захват, ищет борьбу свою. А Хасанова скорее вот играет, скажем, на контратаке, да? Да, Катя, конечно, здесь защищается, и я думаю, сейчас будет уже, наверное, и замечание уже было у Екатерины. Вот переход на удержание. Замечательный кикарный спортивный. Вот, перешла, считает удержание. Да, арбитр показывает, что защитывает сейчас секунду. 10 секунд у нас будет 2 балла, 4 балла, если одержит все 20 секунд. Здесь вот, мне кажется, не отпустит, да, из этого? Нет, она прихватила очень сильно. Именно удержание держать надо голову, для того, чтобы не было ухода через голову с данного положения. Молодец, Монголка, сильно дечет. И 4-0 сейчас. Все, вкладки. Да, настроено, да. Но она настроена только на победу. Безусловный номер. Там есть она была 44 килограмма. И хочу напомнить, что в этом весе наша Карина Ефимова, Республика Саха Якутия, завоевала бронзовую медаль. Хочу поздравить, конечно, Карину. И ее тренера тоже. Ну, в этом году вообще Республика Саха подготовилась очень сильно в этом соревновании. Надо сказать, много уже медалей, достоинств и серебро, и рода. Две серебряные медали вчера в первый соревновательный день. Сегодня три бронзовые медали. Медали. Они очень сильно подготовились. Молодцы. Это намного, конечно, я хочу, выше, чем в прошлые игры. А, в пятых играх, да? Ну, да. Ну, и очень сильная команда у Монголии. Казахстан тоже качественная команда. Сибирский федеральный округ. Какой команда? Нет, дальневосточный федеральный. И тоже, да, и в Триморье очень сильные, да, спортсмены. Сильные ребята, и девчонки сильные. Вот переход на болевой прием на колено. Екатерина хорошо взяла ногу. Может сейчас сделать болевой. Я думаю, Монголка не отдаст. Не отдаст она. Очень спокойно держит ногу. Спокойно лежит. Ну, да. Не очень правильно, наверное, да, Хасанова делает. Ну, у нее далеко очень нога ушла. Поэтому... Нет, не сможет. Не очень правильно делает даже. И в сторону, естественно, сгибет. Все. Я бы... На месте сейчас судьи мог бы было поднимать. Но они тут считают секунды уже просто. Осталось пять секунд. Она это одержит. И все. Время. Схватки окончены. И бурный бояр Ганболт. Наша чемпионка шестых спортсменов. Вики Азии. Поздравляем. Поздравляем ее с такой прекрасной, замечательной победой. Да, она действительно продемонстрировала настоящее... Настоящее мастерство, хамписта, да. Вот это, да. Вот это ее лицо такое. Очень интересное и невозмутимое. И она, вот эмоции, и демок-тренер, да, поздравляет нашу чемпионку с золотой медалью наших игр. Вчера был на награждении, у некоторых даже слезы были. Третье, второе место. Да, конечно. У девочек. Эмоции переполняют, конечно, эти игры для них. Но на самом деле это практически для них калимпийские игры. Да, сейчас мы прервемся на небольшое интервью с нашей чемпионкой. Давайте послушаем. Мы поздравляем, что ты стала чемпионкой игры «Дети Азии». И мне показалось, что ты выиграла легко. А как на самом деле? Это наша девушка, которая первая участвует в международном турнире по самболу. Начало было очень замечательно. И получила золотую медаль. Я очень рада. Это наша спортсмека очень рада. Спасибо. А какой судья? Мини-куляморды, гемель-кугане. Тайне-кугольчик. Не гугольчик. Пошли на одном-отвое. Он просто благодарит всю свою маму, папу, все братья, сестры и своих друзей. Спасибо. Спасибо. Спасибо, удачи вам. И вот мы возвращаемся на кавер. Вот перед финальной схватки нашей победительницы. Ну а спортсмены сейчас уже вышли на кавер. Весовая категория до 46 килограммов. Нурсултан Садуакасов, Сибирский федеральный округ, Республика Алтай и Исунтай Имаханов, Казахстан. Исунтай сейчас защищается. Нурсултан переходит на болевой. Ну, я думаю, что в данной ситуации, наверное, вряд ли он сможет. Да, судьи их поднимают стойку. Мне кажется, должна быть достаточно равная борьба в этой схватке, да? И тот и другой борец продемонстрировали, наверное, примерно такой равный уровень мастерства. Ну, здесь вообще я многие ребята, ну, сильные ребята, я хочу сказать, когда сильные спортсмены, у них очень тяжелая, конечно, затяжная борьба, потому что тяжело проводить приемы на равных сопернике. В основном, поэтому борьба проходит, ох, как красиво на два балла бросил. Да, Нурсултан Садуакасов. Молодец. Такую спину с колен сделал. Бросок был на бок, и поэтому судьи оценили в два балла. Вполне справедливо, но очень красивый бросок, да, получился? Очень, да, он именно не за счет силы, а за счет техники поймал его на движение. Перешли в партер спортсмены, поднимают бутер, здесь тоже нет действий. Иногда лучше смотреть эмоции, конечно, тренера, который секундирует своего спортсмена. Иногда переживает намного больше, чем сам Садуакасов. Он даже иногда и не слышит, что говорит ему тренер. Полторы минуты прошло, схватки. Вот, единственное, мы ели просохнули. Захват. Пока это уже хорошая заявочка, два балла. Переходят на болевой прием. Сентай очень хорошо взял его. Как, да, сейчас борьба идет в партере. Сентай хочет перейти на удержание. Стойка. Борьба будет продолжена стойкой. Вот они эмоции, настоящие эмоции. Как им хочется выйти на ковер и сделать все за своего ученика. Да. Пока ведет наш спортсмен. Представляет он Сибирский федеральный округ. Алтай. В течение двух-трех лет они все могут выступать уже на чемпионатах Европы, мира. Потому что ребята это будут подготовлены. Многие, которые прошли вот эту школу, в будущем становились хорошими, сильными спортсменами. А вы, кстати, на пятых тоже были, да? Да, я был на пятых играх. Но я хочу сказать, тогда сборная команды Саха была послабее. Когда дать песню, сейчас они подготовились очень сильнее. Вот Казахстан как лезет за своего ученика. Да, за золото сейчас схватка идет. Конечно, всем хочется именно золотую медаль. Всего шаг остается, да? И минуты 50 секунд всего отделяет от заветной медали. И разница-то небольшая, 2-0. И так иногда обидно проиграть в полуфинале, как в финале. Потому что оставался один шаг до золота.